Над настоящей фамилией Александровой невозможно не смеяться. Марина Александрова – одна из самых популярных актрис российского кинематографа, её высоко ценят режиссёры и критики, а зрители просто обожают фильмы с её участием. Марина может с лёгкостью перевоплотиться в различных персонажей от простой девчонки до настоящей императрицы Российской империи. Марина Александрова – одна из самых популярных российских актрис, она появилась во многих ярких проектах «Домашний арест», «Музгас», «Екатерина». В сериале «Виола Тараканова» Марина сыграла девушку с необычной фамилией. С этой героиней у артистки есть кое-что общее. Дело в том, что на старте карьеры Марина решила взять фамилию бабушки в качестве псевдонима, ведь при рождении ей повезло не так сильно от родителей, актриса получила не такое благозвучное имя. Для главных ролей и красивых афиш оно бы точно не годилось. В детстве все знали будущую звезду, как Марину Пупенину. На сегодняшний день артистка успела дважды побывать замужем и легко могла бы официально стать Стебуновой или Болтенко. Но необходимости в этом уже нет. Вся страна успела узнать и полюбить актрису, как Марину Александрову. Поэтому ни один из супругов так и не смог одарить знаменитость своей фамилией. Сама актриса считает себя непубличной персоной, так как она не любит делать фотографии во время съемок. Также она старается избегать долгих разговоров о своей личной жизни. Обычно на подобные вопросы журналистов актриса признается, что она счастлива в браке и души не чает в своих детях. Личная жизнь Марины Александровой хранится актрисой в тайне от прессы. Несмотря на свою нелюбовь к публичности, Марина все же поддерживает имидж знаменитости. Она завела страничку в микроблоге, где регулярно делится с поклонниками фотографиями своей семьи, а также рассказывает о съемочном процессе ее проектов. Совсем недавно вспыхнуло новое обсуждение отношений Марины и Домогарова. На телевизионной передаче «В гостях у Дмитрия Гордона» появился Алексей Панин, которого называют едва ли не самым главным скандалистом страны. Актер рассказал журналисту, что в далеком 2006 году он состоял в отношениях с Александровой. На тот момент актриса встречалась с Домогаровым, и, по словам Панина, переживала не лучшие времена в романе со вспыльчивым избранником, из-за чего искала утешения на стороне. По словам Алексея, Марина встречалась с ним не дольше трех-четырех недель, и, чтобы не вызвать подозрений и гнева, Александра разорвала отношения со вторым возлюбленным. Сама Марина Александрова, актриса-современника, никак не прокомментировала подобные слухи.